Добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры! На этой седмице рождественского поста празднуется память святых святого пророка Божия Даниила, от раков праведных Анания, Азария и Месаила. На этой неделе также празднуется память святого мученика Ванифация. Он жил в Риме, был рабом, в то время было рабство в Римской империи, и он служил богатой молодой римлянинке Аглаиде. Человек он был хороший, добрый, внимательный ко всем, добродушный, но у него была одна слабость душевная, пьяница бяша, как написано в житии на церковном языке, то есть пьянствовал, был зависим от алкоголя. И он находился в преступной, телесной, незаконной связи со своей госфожбой Аглаидой. Оба были христианины, и оба они понимали, что они совершают плохое зло, нехорошее, неспасительное и погибельное. И они услышали, что на востоке империи началось гонение, то есть за веру христиан хватали власти, пытали и мученически издевались, и приводили к смерти, убивали. И они решили, Аглаида решила, что нам тоже надо спасаться, что с помощью молитв святых мучеников мы можем спастись. И она послала Ванифация со своими слугами в этот район, где шло гонение на христиан. И когда они пришли и присутствовали на казни христиан, то доброе сердце Ванифация отозвалось на эти события, ему стало жалко мучеников. И видя чудеса, которые Господь творил при мучениях, он уверовал во Христа, он бросился к святым мученикам, начал целовать их ноги, просить их молитвы себе, и очевидно, и о Аглаиде. И царь тогда, и гемон, начальник, который проводил все пытки этой области, он приказал и Ванифация тоже схватить, предать пыткам. Но он с помощью Божьей преодолевал все и в бессильной злобе, как говорят, приказал обезглавить, лишить жизни. За большие деньги посланные Аглаидой люди выкупили тело Ванифации и понесли его к госпоже в Рим. Ангел обогнал эту процессию и явился Аглаиде и сказал, «Того, которого ты послала за мощами святым, идет к тебе, но он уже наш брат и сослужитель. Он имел в виду уже небесное служение, потому что душа Ванифация уже была на небе вместе с ангелами и перед Богом. И когда он придет к тебе, он уже не раб твой, он господин, а ты ему служи». И Аглаида поверила, конечно, она с почестями приняла тело Ванифация, на месте его погребения построила красивый большой храм, сама раздала все свое имение и удалилась в монастырь на 15 лет замаливать свои грехи. И она их замолила, и знаком этого Господь даровал ей дар исцеления. И по окончании ее земной жизни ее тоже погребли рядом с Ванифацием. Вот такая умилительная история, в которой говорится «Житие святых», которая показывает, что как бы мы глубоко не падали в грехи, «Господь молитвами святых дает нам возможность спастись, если мы будем к ним обращаться». Святому Ванифацию молятся о борьбе с пьянством, оно присуще многим, многим людям, наркомании, зависимости всяческой, наверное, даже и телезависимости, и компьютерной. Все это одержание злым духом. Святый мученичий Ванифации, моли Бога о нас. Сегодня также празднуется на этой неделе праздник великого, почитаемого святого, великого угодника, великого праведника, святаго Иоанна Кронштадтского. Он был, так сказать, простой священник, простой священник русской православной церкви. Он родился на севере, в Архангельской губернии, родился слабеньким, и родители не думали, что он даже выживет, поэтому в ту ночь, когда родился, пригласили срочно священника, чтобы его крестить. И Господь даровал жизнь младенцу. Его папа был простой дьячок в церкви, мама была глубоко верующей человек, и они воспитали его в вере православной. Он пошел учиться духовной жизни. Но знания ему не давались в учебной заведении. И он отставал, был самым отстающим, и он плакал. И однажды ночью, когда он получил, возможно, плохую оценку, он горячо молился Богу, чтобы помог ему в учебе. И Господь отверз ему ум и сердце. И он стал самым успевающим. И закончил духовные все заведения, и академию духовную закончил. Женился на дочери священника и был послан служить в морской собор, собор города Кронштадта под Петербургом. Он очень ревностно служил, молился. Он, подходя к храму, воздевал руки и молился Богу уже перед храмом. Сначала думали, что он немножко чудак некоторые, но потом увидели, что нет, чудеса совершаются по молитвам отца Иоанна. И в храм пошли люди. И в храм собор вмещал до шести тысяч человек. К нему на исповедь хотели все попасть. На исповедь он принимал сразу две тысячи человек. Вел общую исповедь, которой не было, потому что невозможно столько людей. Он читал молитвы, и все присутствующие со слезами на глазах кричали свои грехи. Называли, чтобы других перекричать. Мы стесняемся сказать, а люди во весь голос говорили Иоанну грехи, чтобы он простил их. И слезы текли у людей по глазам. И служил он, ну, как первая христианская община, как Господь и 12 апостолов. Он служил за престолом, ему помогали 12 священников, 12 чаш было, и он 13-й. И потому, что шесть тысяч человек причащали из многих чаш. Иоанн Кронштадтский служил в литургии каждый день больше, чем в течение 50 лет. Это очень тяжело, кто знает церковную жизнь, особенно священники. Раз в неделю или два служишь и очень устаешь. Он служил ежедневно, все службы. Сам читал утреннюю, каноны вычитывал. После литургии он ехал исполнять требы. Его ожидали всегда сотни людей, сотни людей, даже, может, тысячи. Все ждали его, приглашали служить в молебен. Когда он служил в молебен, освящал воду, то глухие слышали, слепые прозревали, больные получали крепость в ногах и ходили. Мертвые воскрешал он молитвой к Богу. Однажды, когда у матери в очреве умер ребенок, и врачи сказали, все, он умер, надо его операции, нужно доставать, или матерь сама умрет. Пригласили Иоанна Кронштадтска к последнюю надежду. Он пришел, помолился горячо, на коленях, попросил, чтобы и муж встал на колени, просил, и все там, кто были родные. Помолившись, сказал, Господь даровал мальчика, и скоро родился здоровый младенец. Иоанну Кронштадтскому писали все отовсюду, не только с России, с Америки, с Европы. Не только православные, но и неправославные, и даже нехристиане. Присылали к нему телеграммы, письма. У него было собственное отделение связи, у него был секретарь по письмам. Каждый вечер он разбирал письма. Вопрос, когда он спал, или отдыхал, или ел, это большой вопрос. Он все время был на службе. Он жил с матушкой, как брат с сестрой, потому что он все время был на службе. Рядом с ним была толпа, когда на требе ему давали что-то поесть, чаю, печенье, и он отпивал от стакана, откусывал кусочек, у него выхватывали это из рук, допивали, доедали. Потому что исцелялись. Все, чего касался святой праведный Иоанн Кронштадтский. И он сподобился даже пострадать за Христа, когда даже жил в царской России, в свободное православное время при царе. Его однажды вечером под видом причастить умирающего больного, пришли люди и повезли его, чтобы причастить. Он никому ни в чем не отказывал. И когда он ехал, он знал, что везут его на истязание. Но он смирился, предаюсь, в руки Божии. Его ранили там на этой квартире, куда привезли. Но Господь сохранил ему жизнь. Но после этого он уже начал болеть. Уже начал болеть. И полное здоровье уже не восстанавливалось. Уже никогда. Святой праведный Иоанн Кронштадтский до 80-летнего возраста дожил. Мирно с молитвой отошел, причастившись. Перед самой смертью он попросил служить литургию. И ночью служили литургию. Помощники, его друзья, священники. И он мирно отошел ко Господу. Его погребение было это величайшее событие. Тысячи тысяч людей шло в процессе. И царь вышел на балкон, чтобы увидеть саму процессию. Все приветствовали. Вся Россия, весь православный мир. Его мощь пребывает в Свято-Иоанновском монастыре женском в Санкт-Петербурге на Карповке. Этот монастырь он и основал. И желательно, конечно, посетить, поклониться по возможности. Иоанну Кронштадтскому молятся по всем вопросам. Он как и при своей жизни чудеса совершал, так и теперь совершает. Когда мы его просим, он за нас попросит Господа. По всем вопросам. Как и к святителю Николаю по всем вопросам обращаемся, так и к Иоанну Кронштадтскому. Мамы молятся о детях, чтобы успешно учились. Святый праведный Отче наш Иоанн, моли Бога о нас. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.